Шанс. Там да ты. Слотс-Сити. В Белгородской области РФ украинские дроны атаковали электроподстанцию «Красная Яруга». От неё питались, в частности, военные объекты вражеской армии. Атаку провела служба безопасности Украины. Пока российская Минобороны рассказывает, как уничтожила очередные украинские беспилотники в Белгородской области, наши источники в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию «Красная Яруга». Именно к ней, в том числе, были подключены военные объекты врага. На видео видно, как дроны метко отработали по цели. Говорится в сообщении. Службы безопасности заверили, что блэкаут, который россияне так мечтали устроить в прошлом году в Украине, теперь они смогут отведать сами. Украина будет отвечать на многочисленные атаки РФ на обстрелы объектов энергоинфраструктуры. Ну что, Белгород, спишь? Обстреливают русский город Белгород. Белгород, спишь? В результате точных обстрелов вражеских РСЗО «Хаймарс» наши боевые подразделения быстро выполнили контрнаступательный фарш-бросок. В связи с этим украинская пропаганда разгоняет фейки, что ВСУ поставило наши войска на колени. Это неправда. Ни на каких коленях наши войска не стоят. Они просто на низком старте. Могилизация российского контингента вторжения в Украине происходит бешеными темпами. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются. Они идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Бессмысленная она из-за отсутствия каких-либо плюсов для России от пресловутой спецабосрации. Все это – последствия катастрофы в Украине. Не может одна страна нападать на другую? Да вы что, с ума сошли? Всю жизнь человечества одни страны нападают на другие, одни племена нападают на другие, одна семья нападает на другую, один человек нападает на другую. Больше всего Кремль атакует турбопатриоты. Я Россию! Пути за Путина! Один из таких персонажей, спикер парламента Чечни, грозился всему Западу. Иншаллах, дальше вообще сомнений не должно быть. Пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы, иншаллах, дойдем до Берлина. А теперь ошметки второй армии мира улепетывают в Освояси. На данный момент проходят бои за Купинск, извините, информация обновилась за Волчанск, извините, информация обновилась за Белгород. За Белгород? Понял. Паники нет. А чего паниковать? Я же в Москве. Почему мы, начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать свое население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наемники? Польские наемники там действительно воюют. Вы правы абсолютно, с вами согласен. И несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьезные. И жаль, что они скрывают. И перед своим населением тоже. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Вы говорили, что проблемы решаются, или они уже решены, но, тем не менее, поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается. Обращения поступают к ОНКОРам, к волонтерам. Они просят не только обмунитирование, это и медицина в том числе, потому что расходники очень быстро заканчиваются. И такой вопрос. Кому верить? Отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой? Верить никому нельзя. Только мне можно. Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно. Верить никому нельзя. Только мне можно. И своим чередом там все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Своим чередом у него идет спецабастация. Все стабильно. Никаких вопросов и проблем у них нет. Ну что же, вооруженные силы Украины помогут продлить эту стабильность. Стабильность увеличения потери на фронте, армии оккупантов и в целом деградации Российской Федерации. Неудивительно, что армия РФ, да и в целом общество России переживает моральную деградацию, если так называемые духовные лидеры, а проще попы Гундяевской Церкви сравнивают толерантных людей со свиньями, которые жрут любые помои, которые в корыто положат. И мы не можем быть толерантными. Есть такое слово толерантов. Что такое толерантность? Медицинский термин. Который о том говорит, что организм не борется с бактериями. Надо же ведь так жить-то. Конечно. У нас противник некоторых уродов, понимают, в чем дело. Ничтожных существ, которые Богу противны. Свинья абсолютно толерантна. Да. Она жрет любые помои, которые в корыто положат. Правда. Где-то мы это уже слышали. Любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение морали и правил пипл будет хавать. Но тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающимся, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. И вот там мы себя найдем. А ниже уже опуститься будет нельзя. И помой, и что угодно. И полу, и с удовольствием ест. Много становятся толстой свиньей. Для этого, собственно, и растят. На забой. Даже само понятие Украина не должно существовать в будущем. И понятие украинец не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Что бы нам это ни стоило, мы победим. Победим. Обязательно победим. Ну, не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о том, о каком-то морально-психологическом надломе вооруженных сил Украины. Во-первых, я напомню о том, что недалеко вчера Евросоюз принял решение о выделении ни одного миллиона снарядов. Сейчас вот именно про НАТО. А это вот. Так это все согласованы, это с НАТО и прочее. То есть идет наращивание все эти иллюзии, что там кто-то чего-то не додаст, нет этих иллюзий, не должно быть. Все это будет... Нет или не должно быть? Не должно быть никаких иллюзий. Это все будет реализовано в полном объеме, абсолютно в полном объеме. до взятия Киева, коллапса или развала киевского режима, когда луны. Когда в ближайшие годы этого не будет. И вообще, возможно, никогда не будет. Если все посыпется... Мы говорим, мы сейчас Маринку не можем взять. Мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсонии, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей. По мнению закоренелых сторонников партии войны в администрации Пересидента, засели предатели, воры и враги Родины. Россия в опасности, пора объявлять войну, военное положение и всеобщую мобилизацию. Иначе Путин капут, Россия капут. В случае перехода красных линий мы нанесем удар по центру принятия решений. Возникает вопрос, если действительно исполнится эта угроза, а не получится ли так, что этот удар придется в соседний кабинет, где принимаются эти решения? Ясное дело, бойцы из окопов Телеграма не особо спешат в военкоматы, а больше науськивают погибать других. Нам не замораживать надо, нам идти вперед, собрав новые силы, наполнив войска новыми свежими резервами, оружием и так далее, нам надо идти вперед. Наша задача освободить все русские города. А пощады не будет. Пощады не будет. Отступать-то он или уходить никто не собирается, но каждый, но он планирует как бы напасть-то он. Это линия самоидентификации нашей нации. Я объявил бы военное положение, объявил бы мобилизацию, надо подготовиться, готовить, начал бы готовить людей к военному положению. А мы туда своих пошлем и пусть убивают. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работе. Все идет по плану. Утверждается, что таким образом Хамас отреагировал на заявление Байдена, который отдал распоряжение оказать дополнительную и всю необходимую помощь Израилю. Уже этой ночью в аэропорт Бан-Гурион прибыл первый военный американский Боинг-Си-17, Глоуп-Мастер, также Пентагон направил к берегам Израиля авианосную ударную группу, включающую в себя авианосец Джеральд Форд, крейсер Норманди, эсминцы Томас Хандер и Ремейдж и Макфол для демонстрации силы и поддержки Израиля. Продолжение следует...